Келкушин для меня не только просто спорт, но это уже стал образом жизни. Вот как сейчас помню, мы вот так стояли друг напротив друга. Слезы, то есть кулаки красные все, у нас там оранжевые пояса, нам по 8 лет. То есть и все. Мы бились до конца, нас как бы так приучали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четыре года меня мать отдала в спорт, в карате. И получается было такое время страшное, когда и дети пропадали. То есть это был 2001 год. На этом фоне, конечно, мать переживала. И сказала отцу, надо отдавать сына в карате. Первую тренировку я свою помню вообще прям прекрасно. 20 человек стоит впереди. И все, я такой маленький встал и вообще ничего понимал, что происходит. Ну все, мы все познакомились. Все, и водная тренировка была, то есть изучение ударов, там килхон, техника. То есть в 4 года, конечно, я прям не все запомнил. И все путался, вот. Первая тренировка была водная. Вот остальные две тренировки я просто спал по углам. И тренер выходит такой, говорит моей матери, ну... То есть из него выйдет толк. Это легендарный зал, где только я начал заниматься каратэ. Там у нас раздевалка была. Вот. Но он вообще не такой был. Полы, получается, вообще голые были, татами не было. Просто деревянный пол, гвозди торчали. То есть тут батареи висели, никакой вентиляции. Все, то есть голое, черное, страшное. И все, и дети такие пятилетние, но это вот 2000-е годы как раз были. Вторая тренировка у меня проходила в том углу. То есть я просто колесо крутил и уснул. Мать моя заходит, и тренер подходит. Ну я прям как сейчас помню. Ну из него выйдет толк, то есть выйдет хороший боец. Всех глазами луп-луп и больше не помню ничего. Не знаю, почему он так сказал. Тут все дрались, в основном все. Старший класс, младший. И тут все, через это место вообще все проходили абсолютно. И первая драка у меня здесь была. Со старшеклассником. Я ему не понравился. И все, он говорит, пойдем отойдем. Ну мы пошли, отошли. Зима была. Толкаться начали, толпа собралась. Там как Дима Попов дерется. Всем было весело и интересно посмотреть. И все, ну а мы начали толкаться. Он просто побежал на меня. Я ему лаукик. Он упал, слезы. Мама в школу, и все. До 14 лет все-таки я был катистом. Ну вот я мало дрался. Как-то по мне подушевывало ката, ката. И цели были по ката там. И на Дальний Восток полететь. И первое место занять. И дальше и Россия. Каждый день я ката катал. Каждый день я готовился к соревнованиям. То есть на ката у нас выходило 4-5 часов. То есть мы до пота до последнего тут катали ката. Изучали новые ката. То есть у нас на один элемент уходило, ну где-то полчаса. Была любимая ката, Сусихо. Это самая длинная ката. 280 движений было. То есть да. Изучение этого ката у нас много времени отнимало. На самом деле. Каждое движение точить, это было тяжело. Вот. И все, он здесь сидел. Сидел здесь. Я стоял напротив него. Фу, до дачи. Сил уже нету просто. Уже стоишь, уже домой. Хочешь кушать, гулять. Ты смотришь в окна, и дети смотрят на тебя. То есть вот так вот. Они гуляют. Тебе тоже на улице хочешь. Ты... Нет, надо уже добить. Надо добить. Но это того стоило. Я чемпионом по ката был. С 16 лет. Вот. У меня год был промежуток. Я ничего не делал. Восстанавливался. Там учился. Вот. И в 16 лет я вот вернулся прям в кумите. Начал с кумите плотно заниматься. В 13-м году были городские соревнования. Павленко. Вот. Осенью. В ноябре. И как раз, да, я первое место взял тогда. По юниорам. Классный руководитель Нилова. И сдвоенный класс был. И все. И у нас на спор. А ты выкинешь рюкзак? Да, выкинул. Давай поспорим, что не выкинешь. И все. Поспорили. Тьфу. Сразу же. С лету. Классно было. Хорошо полетел. Это легендарный стенд. Здесь вот первые победители. То есть, ну, они были серьезные ребята с этого зала. Они на Краевых, на Дальнем Востоке выступали. Вот. И я сюда тоже попал. Первое мое соревнование. Первое мое третье место. Вот. Здесь мне 8 лет. Вот на этой фотографии. Вот. Ну, в 12 часов ночи она закончилась. Я тогда получил номинацию «Самый юный боец». Калькулятор мне подарили. Все. Да, доска памяти. То есть, это... Это граоритет. Тут просто все. Его и не убирают. Он висит здесь. Вот сколько я занимаюсь, он столько здесь висит. Его не убирают вообще. Круто очень. Такая память. Каждый приходит сюда и смотрит, то есть, ну, и вспоминает. То есть, себя кто-то видит, да. Классно. То есть, у них уже и дети есть, и дети сюда ходят и смотрят. То есть, тут и родители. Тренер вот Спичак Владимир Борисович, мой первый тренер, кто вложил в меня. Тренер. Спичак Владимир Борисович. Много сил в меня вложил. Столько терпения. Ну, для меня самый пиковый год. Это все-таки был 2018. Весной был чемпионат Камчатского края. И готовил меня СМС Василий Тимофеев. Моя категория было 6 человек. И за день до соревнований я увидел пули. Пули – это список бойцов, кто с кем будет драться. Увидел бойца титулованного, хорошего, то есть действующего бойца. И все-таки как-то на тот момент немножко страх, наверное, подошел так ко мне. Из-за спины. Ну, было, конечно, волнение у меня было огромное. Все, турнир начался. А мандражи поступают все больше и больше. Ну, и когда тебе говорят все, ну, все, ты проиграешь, ты не выиграешь. То есть там опыт, не опыт, а ты молодой. То есть, ну, и на этом фоне, конечно, в голову всякие мысли залазят, что мало ли что будет. Но я себя настроил хорошо. То есть ушел в себя, настроил хорошо. То есть у меня команда была, которая меня поддерживала. Помню, нас вызывают. Все, сердце бьется, бьется, бьется. Ну, боец серьезный, на самом деле. И для края, и на Дальнем Востоке, то есть призовые занимал. И на Кубке России, то есть это статусный боец. Вот. Ну, и против такого выйти, подраться, это хорошо получить можно. На этом чемпионате я занял первое место. Неожиданно было. То есть ты осознавал, что ты идешь к победе, но ты не ожидал, что и так ты выиграешь. То есть это сильно было. Вот. И когда бой закончился, когда объявляют тебя победителем, и просто ты не соображаешь ничего. Ну, эмоции тебя переполняют. И на фоне радости, то есть эйфория, вот это вот, ну, это круто. Это, ну, не передать словами. Субтитры создавал DimaTorzok По поводу беды, город Ельц, в Атчанске край. Позадай в Аттару, сходим. Ааа! 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 Это была, конечно, не конечная цель моя. В моей карьере также есть определенные цели, которые я хочу добиться. Моя самая яркая победа еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok